Ну вот мы как раз начали говорить про открытие бизнеса, что открытие бизнеса дает право тоже получить резидентскую визу. Да, верно. По-моему, всем сотрудникам даже компании можно сделать. Да, получается разрешение на определенное количество виз на компанию, от этого зависит стоимость компании при открытии, то есть там могут дать одну визу, могут дать три визы, потом ты можешь докупить себе еще какое-то количество виз, да, и сотрудников. Это уже как бы более такие мелкие детали, которые знают менеджеры по консалтингу, они, соответственно, в эту тему углубляются. Там необходимо получать различные лейбор-карты, электронные подписи и там что-то еще, какие-то детали, которые необходимы здесь при сетапе компании. То есть это тоже всегда важно получать, потому что на рынке консалтинга также огромное количество компаний присутствует, которые предоставляют услугу с точки зрения продажи продукта. И я бы не назвал такую модель работы вообще работой с продуктом. То есть это некий сервис по выманиванию денег у людей, да, тебе на входе не открывают карты, затаскивают тебя вот небольшой этой предоплатой, потом какой-то оплатой, а потом вскрываются новые и новые нюансы, и ты опять платишь, платишь и платишь. Вот Дубай в основном почему-то сложилось так, что многие люди, которые, ну по крайней мере ведут бизнес с россиянами, выстроено это все вот так. Мне это крайне не нравится, мы как бы здесь на стереотипы не смотрим, мы их, собственно говоря, на сегодняшний день ломаем, поэтому мы предоставляем услуги всегда качественно, пускай мы теряем клиентов на том, что мы говорим так, как оно есть на самом деле. Сложно конкурировать с людьми, это я знаю и из своей, так сказать, прошлой жизни, да, очень сложно конкурировать всегда с людьми, которые не следят за своими словами, если мягко выразиться. И для них всегда возможности применения различных методов гораздо шире, да, можно сказать, что цена ниже, можно там сервисы какого-то поддобавить, да, можно еще чего-то, и они всегда выглядят выгоднее. Для нормального человека, который привык вглядываться в детали и чуть-чуть анализирует, как бы, рынок, прежде чем зайти на открытие компании, на покупку недвижимости, можно просто маленько, как бы, изучить, понять и услышать, что тебе говорят, допустим, там, с наших телеграм-каналов, да, наши менеджеры. Просто услышать. Мы никого не агитируем на то, чтобы к нам кто-то приходил. К нам зачастую люди приходят сами и обращаются сами, и вот реально спасибо говорят. Я не говорю, что мы какие-то исключительно особенные, я уверен, что такие же компании есть, но, как бы, я говорю в этой части за себя и за то, как мы обучаем менеджеров работать. У нас для нас, как бы, клиент и инвестор, то есть, в первую очередь, партнер. Поэтому мы всячески стараемся донести до них, с чем они столкнутся завтра и послезавтра, чтобы не было такого, что, ну, а вы говорили вот так, а по факту случилось вот так. Да, то есть, нам это важно, поэтому мы это возвели там в степень для себя, и это, грубо говоря, является вот лейтмотивом там всей компании. Поэтому мы делаем именно так. Ну, а давай вот сейчас, понятно, что это очень большая тема, но вот для тех людей, кто надо вникнуть, вот хотя бы основные детали по релокации бизнеса, основные шаги рассмотрим, чтобы люди понимали, с чем они могут столкнуться и почему лучше, например, сразу заказывать готовую услугу, а не отдельно открывать банковский счет, отдельно там получать то, сё. Я бы не сказал, что нужно заказывать готовую услугу какую-то, да, потому что также, в частности, как бы, важно понимать весь процесс целиком, потому что всегда на рынке предлагается история, что мы откроем вам компанию. Но компанию здесь засетапить там, ну, я не знаю, 15 минут на госпортале, и у вас компания открыта, только очень много вот внутри составляющих каких-то. А где открыть компанию? В какой фризоне или там мейнленд территорию взять? А где вы хотите офис? А какой вы хотите офис? А нужен ли вам виртуальный офис или нужен вам офис, как бы, вот прям полноценный? А какое количество сотрудников там будет работать? Удаленно они будут работать или здесь? Какой вид активити у вас будет, да, деятельность сама, именно в чем она заключается? Исходя из этого всего, важно понять, какую именно фризону выбрать и в какой из них там открывать эту компанию. Далее история с банковским счетом. Ну, ведь абсурдно же, если вы открываете компанию, а банковский счет вы не откроете. Это же получается просто идиотизм. То есть вы получаете какую-то некую бумажку об открытии какой-то компании в Дубай, а с банковским счетом у вас проблемы. Здесь зачастую с банком проблема возникает у многих. То есть и она решаема, но она решаема в официальном ключе, в соответствии с законом, да, и в соответствии с прохождением процедуры комплайенс банковской. Это тоже важно понимать. И зачастую все люди, которые ведут активную свою деятельность и могут объяснить происхождение средств, могут объяснить, каким образом они работают, в чем заключается их бизнес, кто их партнеры и контрагенты, у таких людей, ну, могут быть какие-то проблемы временного характера, но они в любом случае решаются. Поэтому вот эти все нюансы, их важно как бы на старте проговаривать с компанией, которая будет осуществлять консалтинговые услуги. Что входит в открытие компании? Входит ли туда там электронно-цифровая подпись, да, для менеджера компании или для соучредителей? Какой там меморандум там основной или как бы он идет с какими-то изменениями, да, правоотношения между соучредителями, различные лейбор-карты, эстеблишмент-карты – это документы, которые присущи именно здесь. И мы не сталкивались с ними, допустим, там в России, да, и человек, как бы открывая компанию в России, знает, что он получит ИНН, УГРН, там, и, собственно, у него есть устав, и вот вся его компания, да. То есть здесь это еще ряд каких-то дополнительных документов, которые необходимы там, а оплатить, б, знать, как сделать, вы понимаете по ним процедурный регламент. Вот. И не зная этот регламент, можно попасть на большие штрафы. Поэтому очень важно, как бы, чтобы вас сопровождал достойный, как бы полноценный специалист, который вам все это объяснит и расскажет. Вот так это выглядит. Как я понимаю, компанию здесь можно лучше открывать именно во фризоне, да? Не обязательно. Это будет зависеть от типа деятельности, которую компания будет вести. И там уже специалист и, как бы, эксперт в этом, соответственно, выберет, какая фризона для этого подойдет лучше, или это будет территория Мейнленд. И в чем будет разница, да? Важно, когда открываешь компанию, еще и обратить внимание, а сколько будет продления компании, продления лицензии, сколько будет несения изменений в учредительные документы, если вдруг такие предполагаются в будущем, а они будут предполагаться у любого адекватного человека, потому что при входе ты максимально быстро сетапишь бизнес, да. При его уже масштабировании ты начинаешь, как бы, больше думать о рисках, гарантиях, там, ответственности и так далее. Поэтому учредительные договора, они могут, естественно, там, меняться. И будет большой сюрприз, когда, там, вы открыли компанию за 10-12 тысяч дирхам, а внесение изменений в учредительный договор вдруг встал вам, там, в 50 тысяч дирхам, да, и вы на это совершенно не рассчитывали. Поэтому вот эти все тонкости, их знают специалисты, и, как бы, крайне рекомендую просто работать с людьми, которые много рассказывают. Не те, которые говорят, о, все, открыть компанию, да, прекрасно, вот 12 тысяч давайте, и вы, как бы, глядя на цену, идете и покупаете. Нет, это не специалист разговаривает, когда диалог идет в таком ключе. Со специалистом будет долгая, предварительная беседа на старте. Также, как я тебе говорил с точки зрения недвижимости, чем больше симптомов ты назвал, как у врача, тем точнее тебе диагноз поставят. Вот то же самое и связано с открытием компаний. Поэтому тут важно этому уделять большое внимание. А какие вот сейчас здесь налоги? Налог на прибыль? Налогов нет. Есть 5-процентный НДС, который, опять же, наступает при достижении определенных цифр по году. То есть есть объем определенной выручки, когда этот НДС уже появляется. И таким образом это работает. Во всех других случаях налог здесь ноль. То есть тебе, по идее, для ведения бизнеса здесь нужно снять офис? Или ты говоришь, даже можно виртуальный офис? В каких-то отдельных случаях, да. Опять же, необходимо консультироваться со специалистами и понимать, в каких случаях можно этот виртуальный офис или там FlexiDesk взять, в каких нельзя, то есть в каких будут сложности с открытием банковского счета, в каких случаях не будет. То есть все это взвешивается вот как бы вкупе со всеми другими факторами и обстоятельствами. Да, мы ведем канал, называется он Home in Dubai. Соответственно, на нем огромное количество этой информации, объектов, проектов, каких-то новостей на этом рынке. Поэтому всегда можно подписаться, следить. Это удобно в мессенджер, в принципе. И почему мы выбирали именно эту платформу? Потому что в мессенджере это крайне удобно делать. То есть ты каждый день переписываешься с кем-то. Телеграмм востребован, и в Российской Федерации в том числе. Поэтому можно спокойно следить за каким-то апдейтом по новостям и быть всегда в тренде и в курсе.